Добро пожаловать в нашу студию. Как мы только что с вами слышали, сегодня на заседании правительства дали положительную динамику в целом развитию государственного частного партнерства в нашей стране, но все-таки было решено финансировать уже малозатратные для бюджета проекты. Чем это обусловлено? Я, наверное, немножечко поправлю. Немножко смещен акцент. При реализации проекта ГЧП необходимо помнить, что это не только партнерство государства и частного капитала, но это должно быть взаимовыгодное партнерство. И необходимо также помнить, что бюджет государства это тоже народные деньги. И поэтому сейчас делается акцент на то, что такое партнерство должно быть в том числе выгодно для бюджета, то есть для народа по большому счету в конечном итоге. Поэтому сегодня делается акцент на то, чтобы такие проекты были не слишком затратны для бюджета и стимулировали развитие экономики, чтобы это не было затратой с одного капитала, с одной стороны. Ну о чем идет речь конкретно? То есть меняется как-то направление или определенные требования к тем или иным проектам? Нет, на самом деле большого изменения не происходит. Смещаются немножко акценты. И на сегодняшний день те проекты, которые уже заключены и реализуются, они на самом деле подразделяются на три базовых группы. Те проекты, которые полностью финансируются государством, то есть все частные инвестиции возмещаются из бюджета. Те проекты, которые частично инвестируются частным капиталом, частично государством. И те проекты, которые в основном инвестируются из частного капитала. И на сегодняшний день дана задача, чтобы проектов, стимулирующих развитие частных инвестиций, стало больше. То есть речь идет... Вот конкретно хотелось бы услышать, например, в системе образования, например, было поручено побольше проектов именно в образовании, то есть строительство школ. Но каких? Их, мне кажется, и так у нас достаточно. На сегодняшний день, во-первых, нехватка школ все еще имеет место быть, дефицит школьных мест. Вы знаете, что даже в городе Нур-Султане у нас есть школы, которые загружены в две, а то и в три смены. Во-вторых, образование, пожалуй, это самое развитое на сегодняшний день в сфере ГЧП сфера. Здесь идет стимулирование развития частного бизнеса, чтобы эта школа содержалась не только за счет государственного бюджета, но и развивался частный инвестор. Например, рассматриваются такие проекты, как получение развития частного бизнеса за счет дополнительного образования. Школы не должны быть просто стандартной коробкой, как они существуют в большинстве случаев на сегодняшний день. В школах можно организовать систему дополнительного образования, как я уже сказала. Это должны быть помещения, это должны быть специализированные объекты, которые способствуют повышению качества образования. Кроме того, школы можно рассматривать как центр детского творчества, детского развития, семейного развития и семейной психологической поддержки. Школы можно рассматривать как объект досуговый, это продленки уже небезызвестные нам, это дополнительные занятия, репетиторство. В этой части у нас еще не исчерпан потенциал для частных инвесторов и для частного партнера. То, куда частный инвестор может и должен вложиться, по идее, и то, на чем он может заработать. Может заработать все-таки? Конечно. Ну, говорили еще об единой базе данных, у проекта ГЧП, да, вот как это будет выглядеть? Там просто сведут всю имеющуюся информацию о проектах или будут еще какие-то предложения поступать, ну или принимать? В перспективе мы видим разработку этой базы не только как информационной базы, но она будет содержать аналитические материалы. На сегодняшний день институт ГЧП достаточно молодой, но уже есть определенный опыт в стране. И, кроме того, эта база будет использоваться для формирования новых проектов. Это будет своего рода помощь для инициаторов проектов. Мы видим, что здесь будет помощь не только нормативная, то есть консультационная. Мы видим, что здесь будет помощь по разработке конкретных бизнес-планов, конкретных ФЭО, ТЭО и проектов договоров. То есть тот же самый принцип одного окна, да? От начала и до конца ведения проекта. Абсолютно хорошие аналогии. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Успехов вам. Спасибо. Я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в гостях была Елена Анн, аналитик Казахстанского центра ГЧП. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...